На телеканале Ника Плюс время новостей. В студии Дмитрий Николаев. Здравствуйте! Сегодня ровно год со дня авиакатастрофы под Петрозаводском. 20 июня 2011-го при подлете к столице Карелии во время жесткой посадки разбился самолет Ту-134. В результате аварии погибло 47 человек из 52 находившихся на борту. Следственный комитет России до сих пор продолжает расследование уголовного дела об авиакатастрофе. Сегодня обвинение предъявлено еще троим фигурантам. Вследствием установлены причины этой авиакатастрофы. Помимо нарушений в работе членов экипажа при выполнении посадки установлено, что метеорологическое обеспечение полета воздушного судна было организовано должностными лицами аэропорта Петрозаводск с нарушениями правил безопасности полета и эксплуатации воздушного транспорта. Кроме того, сертификация авиационной метеорологической станции аэропорта произведена с нарушением необходимых требований. Сотрудникам аэропорта в Петрозаводске ответственными за организацию метеорологического обеспечения полета в гражданской авиации Владимиру Шкарупе и Владимиру Пронину предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Начальнику управления радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи Росавиации Эдуарду Войтовскому, на которого были возложены функции по обязательной сертификации аэропорта, предъявлено обвинение в халатности. Кроме того, продолжается расследование уголовного дела по факту нарушений, допущенных членами экипажа при выполнении захода на посадку воздушного судна на аэродром Петрозаводск и должностными лицами авиакомпании «Русейр». Сегодня на месте катастрофы открыли памятник жертвам крушения Ту-134. Автором проекта стал скульптор Александр Ким. Средства на сооружение памятного знака собрали жители республики различные организации и предприятия. Почтить память пассажиров печально известного рейса приехали их родственники из разных городов России и нашей республики. Ни одного из глав региона, ни бывшего, ни нынешнего на открытии не было. Трагедия, которая случилась в Бесовце год назад, объединила многих людей. Деньги на памятник погибшим выделило государство, частные предприниматели, бесплатно работали скульптор и архитекторы. Композиция получилась весьма символичной. Взрыв, крыло самолета, улетающие в небо птицы, словно души погибших. В небо над Бесовцом устремились 47 птиц. Имена погибших на чугунных плитах неподалеку. Спустя год в Бесовец приехали родственники и друзья погибших. Здесь многое изменилось. Уже нет обломков самолета, не слышно сирен спасателей. Но в годовщину трагедии самолеты в небе над памятником все равно выглядят несколько жутковато. Горечь в потере. Счастую, наверное, обиды. За то, что произошло. Потому что то, что произошло, виноваты не эти люди, которые погибли. К монументу скорби пришли и те, кто выжил в страшной катастрофе при крушении Ту-134. Москвичку Александру Каргополову спасли местные жители. Она приехала еще раз поблагодарить их, но попросила оставить это за кадром. Слишком тяжелые воспоминания. Сказала лишь, что у нее до сих пор начинается паника, когда видит самолет. Страхи, они остались. Они остались и с ними приходится бороться каждый день. Сейчас легче. Сейчас легче, потому что поначалу я не могла находиться одна. Даже выйти в магазин для меня была проблема. Сейчас это хотя бы уже легче. Стритеры задают руководители и сходники. В общей сложности на возведение памятника собрали около трех миллионов рублей. По словам членов рабочей группы, во время строительства не случилось ни одной бюрократической проволочки. Только шаги навстречу. Ну, наверное, как и для всех людей, это память, благодарность жизни. Наверное, ничего больше не скажешь. Душа сказала, что соприкоснуться с этими душами, что больше такого не было желательно. К памятнику родственники погибших привезли фотографии. И как год назад оставили цветы прямо на месте крушения самолета. Ефим Овчинников, Леонид Шиловский и Александр Борисов. Телеканал Ника+. Ту-134 летел из Москвы и не дотянул до Петрозаводска менее километра. Тогда сразу погибли 44 человека, трое умерли в больницах. В живых остались лишь пятеро. Сегодня, в годовщину авиакатастрофы, мы вспоминаем ту ночь и пытаемся понять, как за год изменились люди, оказавшиеся под бесовцом в момент катастрофы. Свидетельства выживших в авиакатастрофе и тех, кто спасал людей из-под обломков вспыкнувшего лайнера. Оперативные съемки работавших на месте спасателей, жизнь до и после крушения в очерке нашей телекомпании. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В катастрофе под Петрозаводском выжили петли. Калександра Каргополова одна из них. В годовщину трагедии она прибывает в Карельскую столицу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спустя год после катастрофы Александра выиграла суд. Авиакомпания-перевозчик и компания-оператор должны выплатить выжившей в крушении пассажирке более 500 тысяч рублей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Более чем уверена, что не будет никаких выплат. Потому что они найдут лазейку в нашем законодательстве, она очень слабая. Вот. И это всего лишь победа на бумаге. Но она очень большая. Наша цель все же добиться признания моральной стороны. Главное не сумма. Главное то, чтобы жизнь человека, сломанную жизнь, признали ее. В ту ночь Петрозаводск окутал плотный туман. А в полночь людей разбудили сирены. Экстренные службы города были брошены в район деревни Бесовец. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редкие кадры хроники. Видеорегистратор пожарной машины. На оперативных кадрах видна панорама крушения. Слева лес, который прорубил падающий на проезжую часть самолет. Справа основной очаг пожара. Дорога усеяна обломками самолета и телами жертв. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Да. Что у тебя там? Что за пизеляшем ничего нет? Внимательно, Леша. Внимательно смотрите. Потому что пизеляш могло разорвать. И есть возможность, есть вероятность, что кто-то мог выпасть. Мы привыкли видеть нечто подобное в фильмах или читать в лентах новостей. Очередное крушение самолета. Они происходят то там, то здесь, в разных концах земного шара. И кажется, нет ничего страшного. Ведь это далеко от нас очередная драма на экране телевизора. Но, как выяснилось, трагедия может быть очень близко. Рейс Москва-Петрозаводск не дотянул до аэропорта один километр. Лайнер упал на шоссе. Разрушаясь, он пробороздил дорогу и остановился в опасной близости от частных домов. В салоне разбившегося Ту находились 52 человека. В живых остались лишь пятеро из них. Я находился в аэропорту, встречал этот самолет. Спасатель Дмитрий Ширлин в ту ночь ждал в аэропорту своего шведского коллегу. В Петрозаводске готовились к международной конференции спасателей. Я стоял непосредственно перед терминалом и вот четко запомнил момент, когда моргнул свет в этом терминале. То есть это вот как раз получается момент, когда самолет оборвал провода. Дальнейшие события станут настоящим кошмаром для оперативных служб. Просьба собраться около автомобиля скорой медицинской помощи в Центральном центре медицины «Катастрофа». Он сейчас стоит с проблесковыми маяками белого цвета. Скорая помощь с проблесковыми маяками. Вот здесь вот, где столбы, лежал хвост, значит, крылья, здесь основной очаг, нос самолета. Вот здесь, здесь еще было крыло, значит, шасси вверх. Лежал посередине двигатель самолета. И вот какие-то вещи, остатки топлива, все это здесь горело отдельными очагами. Лежали тела. Успел, ну, то ли женщина, то ли девочка, но она легкая была, я ее легко вынес на руках. Потом, ну, мы, ну, трудно было понять, во-первых, темно, тоже как бы легкие. А уже вот потом с отцом Андреем мы вынесли мужчину большого, ну, Сергея его звать, еще нам третий кто-то помогал. Вот. И потом оттуда еще куча вынесли двух человек уже в середину, с центра дороги. А один вот, он руки кинул так, ну, я не успел, начало взрываться, уже все, не подойти, загорелось все, ну, никак, не могу. Эта запись облетела все федеральные каналы и попала в сеть. Только что Валерий Минин вытащил из горящего самолета несколько человек. Спасать людей из огня ему помогал сын. Они одними из первых оказались на месте крушения и не теряли ни минуты. В последующие дни Валерий Минин не знал, куда деться от прессы. Его преследовали репортеры. Их вопросы то и дело возвращали героя обратно в ночь катастрофы. Понимаете, жалко тех, как-то немножко от того, что не все смог. Вот и все. Валерий Минин сменил телефон в попытке спрятаться от излишнего внимания. Спустя год о прошедшем он вспоминает уже спокойнее. Видимо, время действительно лечит. Вроде как все своим чередом. Ну, малой Толя так немножко он как-то по-другому стал себя вести. Он погибло много людей. Очень жалко, что скоро он поздно приехал. Многого надо было сделать. Все, что смотрит, сделает. Год назад Валерий Минин спасал из огня пассажиров разбившегося самолета. Сегодня он среди тех, кто спасает Екатерининскую церковь. Совсем недавно церковь подожгли. Сегодня ее восстанавливают общими усилиями прихожан. Так, видите, случилось, люди разные есть. Вот, нашелся какой-то отморозок, который наделал делов. Теперь вот восстанавливаем. Люди делают все, что могут. Вот как и мы в свое время, ну, я имею в виду год назад, делали то, что мы могли делать. Так же и здесь. То есть вот как бы она, вот беда, она как бы сплачивает людей. Ну, я думаю, всем миром мы тут сделаем все. Порядка 70 процентов, да? Хорошо. Нет, ожогового однозначно в Москву. И, да, да. И ребенка в Москву. Сейчас я еще выпущу. Часть выживших в авиакатастрофе спецрейсом МЧС отправили в столицу. Некоторые пострадавшие остались в Петрозаводске. Из Москвы в срочном порядке прибыл самолет с родственниками погибших. Более полусотни человек разместили в трех гостиницах Петрозаводска. У них впереди мучительная процедура опознания тел. Людей по пятам сопровождают психологи. Когда утихнет первый шок после крушения лайнера, настанет время поиска виновных. Вот территория аэропорта. Можете с ним познакомиться. На территории аэропорта. Здесь запрещена съемка. Петрозаводский аэропорт занял оборону. Его аварийно-спасательную службу упрекают в том, что те недостаточно оперативно выехали на место крушения, хотя находились ближе всех к эпицентру катастрофы. Почему они оказались на месте позже, чем даже пожарная часть от церкви Челны? Хотя Челны относительно далеко находятся отсюда. Каждый пытается оправдаться за себя. А в итоге-то люди погибли. Все всем обеспечены. Но почему-то никто не ждал, конечно, этой ситуации. И получилось так, что, видите, беда. Год назад, сразу после прогремевшей авиакатастрофы, диспетчер Владимир Курган обвинил в низкой боевой подготовке аварийно-спасательную службу аэропорта, принимавшего рейс. Мол, в ту ночь все решали секунды. И ехать было близко, но упустили время. Вроде как, были не готовы. Вопрос, все ли сделали оперативные службы для спасения пассажиров рухнувшего лайнера, обсуждали еще очень долго. Сегодня Дмитрий Ширлин, руководивший в ночь крушения действиями спасателей, отдает себе отчет. Мы сделали все, что могли. В той ситуации мы сделали все, что могли. Даже, наверное, может быть где-то немного и больше. 425 человек и 64 единицы техники. Именно столько сил было брошено на поисково-спасательные работы. Бороться с огнем приходилось в уникальных по сложности условиях. В тумане и под дождем. Ночью. Рискуя пострадать от взрывов, кислородных баллонов и амортизационных стоек шасси. Катастрофу такого уровня карельские спасатели ликвидировали впервые. За минувший с той поры год Дмитрий Ширлин перебрался в Петербург. Но накануне памятной даты вернулся в карельскую столицу. Почтить память тех, кого спасти не удалось. В таких условиях организм человека, он выброс адреналина. То есть не чувствуешь ни о чем не думаешь. И время оно как-то то ли останавливается, то ли замедляет свой ход. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Международному авиационному комитету понадобилось три месяца, чтобы разобраться в истоках Петрозаводской трагедии. По заключению экспертов, причиной крушения стали неслаженные действия экипажа и сложные метеорологические условия. Было в заключении МАК и место сенсационному заявлению. Штурман самолета в момент полета находился в легкой степени алкогольного опьянения. Как заявили эксперты, экипаж должен был уйти на второй круг, но не сделал этого. Хозяева частных домов, в нескольких метрах от которых год назад дымились обломки рухнувшего Ту-134, отгородились от ужасных воспоминаний глухими заборами. На одном из них объявление – дом выставлен на продажу. Жить по соседству с местом гибели нескольких десятков человек не под силу. У людей не выдерживают нервы. Никто из тех, кто в ночь крушения прикоснулся к трагедии, не остался прежним. Конечно, вот у меня Анечка, это Анечка, которая все-таки погибла. Она, я, конечно, о ней думаю всегда. Ну, как-то постоянно почему-то. Наверное, если так вот можно, что называется, абстрактно мыслить, там посмотреть на сердце, на мое в частности, наверное, там существует какой-то рубец от этой трагедии. Сейчас о катастрофе напоминает мемориал, установленный в память о жертвах крушения. Взрыв, выполненный в виде цветка и птицы, стремящиеся в небо. Души тех, кто погиб в трагедии под Петрозаводском. Страхи, они остались. Они остались, и с ними приходится бороться каждый день. Души тех, кто погиб в трагедии под Петрозаводском. Души тех, кто погиб в трагедии под Петрозаводском. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok